Здарова, друзья! Опять мужское и женское богато жить не запретишь. И сегодня у нас Света Яковлева и еще несколько персонажей будет. Я вам напоминаю, что в эту передачу приглашают всяких советских оливиц, содержанток, в общем, всяческих богатых женщин, которые живут за счет доната, если можно это так назвать. И коллективно их засирают. Ну что ж, не буду вас томить и приступаем! Светлана Яковлева у нас в гостях, здравствуйте. Мне все рассказали, что у вас работа, это тусовки. Для тех, кто вдруг не знает, Светлана Яковлева, это вот эта сидит в коронке. Маленькая принцесска. Но при этом она на полном серьезе о себе очень высокого мнения. Вы сейчас сами об этом обидитесь. Помогаю строителям набирать больше людей. А как вы это делаете? Делаю пост, и в итоге все мои подписчики, друзья, приезжают, приходят, собираются покупать билеты и так далее. А сколько у вас подписчиков и друзей? Так, наверное, 10 тысяч. Как называется ваша профессия, я пытаюсь понять. А вот эта женщина в синим просто не выдержала. Это такой, такой ироничный смех. Она так задумывалась, как будто она еще подсчитывала с разных ресурсов подписчиков. Но, друзья, не думайте, что 10 тысяч это мало. Нет, для меня вообще удивлением является, что даже в Сунинге у такой женщины, как у Светы Яковлевой, набирается 10 тысяч. Что с этим миром, блядь, не так? Что-то здесь точно не в порядке. Да. А вот это платье сейчас на вас, можете показать его? И сколько это стоит? 22 тысячи. А это у вас там купальник? А это купальник, да. А вы сейчас на пляже от нас или куда? Потом да. А вам надо просто пропиарить этот купальник? Это потом уже после вашего шоу. Они, откровенно говоря, смеются над Светой Яковлевой, понимая, что в тусовку сегодняшних женщин, а это уже конец передачи, до этого приходили, не особо интересны никому не нужные женщины, эскортницы, как это называется. Кто не знает, это те, кто получает бабки за сопровождение мужчин в их путешествиях. И там у одной кот питается и кровью, другое платье за 200 тысяч, у третьей квартиры за 100 миллионов, это все неинтересно, друзья. Вот Света Яковлева, вот что действительно интересует нас. Друзья, я даже не могу ее оскорблять как-то в этом видео. Смеяться над ней, я просто не понимаю, все ли в порядке у женщины с головой как бы. Согласитесь, что-то немножечко есть такое, что заставляет в этом сомневаться. Только послушайте, как она разговаривает. А вы на чем зарабатываете? А на рекламе, выступления мои, я веду мероприятия также. А сколько стоит у вас ведение мероприятий? От 20 тысяч и дальше. Я не уверен, что она способна вести эти мероприятия в силу физиологических возможностей, у нее просто нету с**а верхних зубов. Я уж не знаю, при каких обстоятельствах она их лишилась, но мне кажется, это серьезное препятствие. Или вы фуку буй фуаку в вести мероприятия? Все в одну корзину? Да, конечно. Это мама Светы. И ее зарплата? Ну да. И ее доходы? И ее доходы. Мало того, что по ней просто не скажешь, сколько ей лет, так еще и просто максимально странно себя ведет. Она врет, как ребенок. Ведет себя, как ребенок, а выглядит... Господи, я не знаю, как она выглядит. Смесь ребенка и старухи. До того, как я увидел Свету Яковлеву, я просто не знал, как это можно вообще совместить в одном человеке. А вот, пожалуйста. Так, ну либо там в приемной генерала Золотова, либо дома у Путина. Ну, точно там, да? Какого черта происходит? Над ней просто смеются, она даже этого не понимает. Ну, либо понимает и подыгрывает, и ей нравится. В чем я очень сильно замневаюсь. На самом деле, она, может быть, и вводит в шок всех. Но, пообщавшись с ней, я могу сказать, что она на самом деле очень добрый человек. Наконец-то хоть кто-то мне прояснил, что это она гонит просто над всеми нами. Потому что я реально был недоумений. Ну что ж, приятно осознавать, что Света все-таки добрый и открытый человек, как нам сказали только что. А то, как она себя ведет, она действительно понимает, что происходит. И оказывается, глупый здесь я. Ну что ж, как это ни странно, я этому рад. Почему наши артисты чуть ли не голышом поют у нас по телевизору на всех мероприятиях? Вот когда мы захотим спросить наших артистов, мы их позовем сюда и у них об этом спросим. Мама Светы действительно говорит стереотипно. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы человек выступал так, как ему нравится. Выступать не в том, в чем ему нравится. Друзья, есть окна Авертона? Если кто не знает, то это граница допустимого. Это окно Авертона. Справа и слева недопустимые для общества понятия, которые мы не принимаем. Допустим, заниматься сексом с трупами нельзя. Отвратительно обществом порицается, если ты будешь это делать. А лучше этого никому не рассказывать, правда? Правда. Вот оно находится за границей окна. Но суть окна Авертона в том, что окно двигается. И, друзья, вас можно заставить поверить во все, что угодно. Вы все можете принять. Абсолютно все. Я сейчас не шучу. Да, последний мелочь. Ты сейчас про себя думаешь, ну нет, есть же границы допустимого. Нет границ. Нет. Так вот, как когда-то тебя заставили поверить, что на улице можно ходить только одетым. И точно так же тебя можно убедить в обратном. А я тебе скажу некоторые минусы вот этой целесной цензуры. Допустим, ты очень любишь смотреть на женские сиськи, если ты мужчина. На задницы. Дружище, так это все потому, что они их активно скрывают. Тебе хочется именно того недозволенного. Многие из нашего общества сегодня ругают культ сисек и жоп, которые выращивают себе женщины для того, чтобы нравиться мужчинам. Но при этом эти же самые многие этот культ их создали. Это надо быть просто гением. Создать что-то, а потом критиковать других за то, что они в это что-то верят. Молодцы, как мне это нравится. Когда-то можно было носить только юбки длинные в полы. Короче, считалось вульгарным. И поэтому были специальные стриптиз-танции, где женщины, если вы видели, вот так вот танцевали ногами вправо-влево. Мужчинам нравилось смотреть на эти ноги. Но сегодня ноги ты можешь увидеть на улице каждый день. И поэтому тебе уже плевать на ноги. Но есть до сих пор некоторые зацензуренные зоны человеческого тела. И всем нам интересно смотреть именно эти зоны. Так вот, как только эти зоны пропадут, культа жопы и сисек сразу же не станет. Там сразу же станет глубоко плевать. Как говорил Жак Фреско, когда ты гладишь собаку, которая ходит полностью голая, без одежды, ты гладишь всю собаку. А не только яйца. Человек тебе должен нравиться весь. Но ты концентрируешься на двух конкретных вещах. И это сексуальное извращение, присущее абсолютно каждому мужчине практически на нашей планете. И мы сами создали себе это извращение. И сами же активно это поддерживаем. Посмотрите, на ютуб нельзя выкладывать половые органы. На телевидении нельзя, никуда нельзя. Другими словами, вот эти все ресурсы и мысли сами делаем из нас их взращенцев сексуальных. Как это замечательно работает, правда? Мир меняется не только в сторону виртуализации, где уже появляются какие-то горизонты и просторы для того, чтобы удоверчивых обитателей этих сетей хотя бы по копеечке из кармана вытащить. Появляются равные возможности не только для богатых и для бедных, а наконец-то для женщин и мужчин. И мы видим, что в соцсетях мужчины эту войну с женщинами проигрывают окончательно и бесповоротно. Абсолютно точно. Для того, чтобы быть стримером и собирать очень много денег, тебе нужно родиться желательно без пипки между ног и с привлекательным личиком. О, это рецепт успеха. А еще желательно материться да пожестче, дабы то, что вылетает из твоего рта с твоим внешним видом никак не сочеталось. О, это так цепляет молодых школьников. Что касается равных возможностей между богатыми и бедными, я рад, что я живу именно в эту пору, потому что еще взгляни там 10 лет назад, 20 лет назад, это было практически нереально. Если ты не родился с деньгами, ты без денег и умрешь. Наше общество построено на системе холопы-паны. Всегда холопы остаются холопами, а паны-панами. Ну так исторически сложилось, к сожалению. Так вот, информационный век сдвигает векторы возможностей в сторону более бедного населения, которое может каким-то бизнесом наконец-то заниматься, шоу-бизнесом самостоятельно. В буквальном слове, когда эта ниша еще была пуста, это было как два пальца обоссать. Ладно, я уже отошел в какую-то серьезную сторону, давайте же просто поржем на следующей нашей женщины. Вам что, нужно много чего-то исправлять, что ли? Вообще все уже исправлено, что я хотела. Мне кажется, все очевидно, вот по этой фотографии, например. По этой фотографии мне не очевидно, сколько ребер вы вынули. Ведущая немножечко не понимает, что такое, во-первых, фотошоп. Во-вторых, элементарный бодибилдинг. И здесь я что реально вижу? То, что она похудела, просушилась. Заузила, скорее всего, фотошопом свою талию. Хотя, естественно, я уверять на 100% не могу. Ну, естественно, она вставила сиськи. Не могли сиськи стать больше, а жира меньше, поскольку сиськи это и есть жир. К слову, ведущая тут просто у каждой женщины спрашивает, своя ли у нее грудь. Знаете, силиконовые сиськи так же легко определить, как сказать, голубое ли небо сейчас. Но никто, никто, это я сейчас ведущему объясняю, не удаляет себе ребра. И то, что где-то там Мэрин Мэнсен что-то удалял, это, блядь, миф. Ну, не удаляют себе люди ребра, вы че, суалё? Вы себя делаете для него или для кого? Я делаю для него и для себя. В первую очередь, женщина должна для себя ухаживать за собой. Если женщина ухаживает за собой, то женщина красива, она светится изнутри, соответственно, и мужчина достойный рядом. Правда в том, что женщина, выглядящая хорошо и когда нравится сама себе, это действительно ее делает светлее. Ее жизнь действительно становится ярче. А ложь же здесь заключается в том, что каждая женщина делает это сама для себя. Это неправда, она делает это на показ другим людям. А вот представим ситуацию, ты одна на планете, делали бы ты то, что ты делаешь сейчас с собой? Нет, не делала. Вот тебе и ответ на твой вопрос, ты делаешь не для себя. Ты хочешь себя чувствовать лучше, когда ты выглядишь лучше других и просто доминируешь. По-женски доминируешь над другими женщинами. Давишь их своим присутствием, если тебе угодно, а унижаешь их. Говоришь, вот смотри, какая я, я лучше тебя. Спортзал, верно? Что еще? Тренажерный зал. Тренер профессиональный. Тренер, растяжки, различные спортпита, массажи, обертывания. Да господи, это можно перечислять сколько угодно. Это называется жертва маркетинга, друзья. Кроме тренажерного зала, здесь перечисленного, ничего ей не нужно вообще. Спортпит, да ты с ума сошла, женщина. Куда тебе, зачем, до каких целей ты хоть понимаешь это? Тренер, ну в принципе, в принципе, можно пережить без него. Но да, тренер это еще можно понять. Кстати, друзья, если надо набрать баночку, как у меня, или просушиться до кубиков, я это все могу устроить. Там, короче, у меня снизу есть ссылочка со всеми моими услугами. Почитай, кликни на нее, перейди, да. Подсказываю, если ты хочешь добиться такого результата, так как у нее, либо накачаться и стать огромным и сухим, то тебе нужна диета и тренировка. Для начала. И поверь мне, этого хватит. Никакого спортпита, ничего тебе не нужно, кроме диеты и тренировки. Будешь ее выполнять, будешь идти к своей цели с имимильными шагами, как делал это. Я вот на этой фотографии. Я уже молчу. Молчу про массажи и обертывания и прочее. Это просто, друзья, деньги на ветер. На груди, помимо того, что вот вы видите внешне, у меня очень много других положительных качеств, которые также цепляют, допустим, моих подписчиков. Я пропагандирую здоровый образ жизни. Давайте же посмотрим, что она там пропагандирует, бля. Как настроили сегодня? Супер. Сегодня выложусь на максимум. Хороший тренировки. Спасибо. Очень смешно. Пропагандируешь здоровый образ жизни. А вместе с сортирным юмором напополам, я так понял. Уровень Вика Буза, серьезно. У меня слезы текут просто из-за очков, не видно. Это потому что смешно, вы не подумайте. Блядь, кто ты ухал... Ну, я понял. В 2018 году снимают, блин. Не могу я до конца досмотреть этот бред. Сколько подписчиков? 1,4 миллиона. Конечно же, эта страница абсолютно достойна каждого своего подписчика. Продолжай дальше снимать свои замечательные, смешные видео. И начинаю я свой день с талой воды. Стаканчик воды. И спустя полчаса можно уже завтракать. Такая бутылка, правда, не совсем дешевая. Где-то около 500 рублей стоит. Я вам скажу, это маркетинг. Главное, не пей воду с под крана. Вот что тебе нужно запомнить. Сырую, по крайней мере. Кипяти хотя бы. В остальном можешь покупать любую воду, которую не набирает в ближайшем бюлете и не продает тебе под видом какого-то источника. Это все для таких, как она, на которых фитнес-индустрия, собственно, и живет. И не понимает она вообще, как здесь ориентироваться, что отсеивает. Что не сделаешь ради красоты. Простым нашим яблочкам я предпочитаю экзотические фрукты. У нее там стоит в тарелке только экзотические фрукты, которые тяжело транспортируемы в северные страны. Она думает, что она питается сейчас какой-то экзотикой, но, друзья, в страну, в которую я поеду через несколько дней и проведу там очень солидный кусок времени, это дерьмо просто под ногами валяется. Местные из этих кастогрызов куклу Машеньку делают и продают туристам под видом сувенира. Опять, друзья, фрукты отлично, они низкокалорийные. Если не считать фрукты с высоким содержанием жира, таких лучше избегать, они высококалорийные. Но все равно любой фрукт лучше будет любого сладкого, там, шоколадки, конфеты, всегда это, ну, естественно. Это же не нужно, как бы, упоминать, да? Ты просто можешь наесться фруктами, быть сытым, при этом получить меньше калорийность. Вот их и преимущество, суки. Но это не надо делать именно экзотическими в северных страдах фруктами. Можно брать обычные яблоки, можно брать вишни, черешни, клубнику, все подходит. Дружище, если тебе нравится этот выпуск, я призываю тебя сделать необычную для себя вещь. Напиши дан в комментариях под этим видео, по одной букве, так, чтобы у тебя вышло три комментария. Ну и, конечно же, обязательно поставь лайк этому видео, вот по вашей реакции на это видео, по вашей отдаче. Я увижу, насколько вам понравилось это видео и сделаю следующую часть, мужской, женской, там еще есть. Ой, какие интересные персонажи. Я думал их сегодня сделать, но не влезли, к сожалению. Поэтому давай, пиши комментарии, ставь лайк. И, конечно же, подписывайся на мой канал и жми колокольчик рядом с кнопкой подписаться, для того, чтобы видеть уведомления о выходе моих новых видео, это очень важно. Развлекал тебя, Виталий Дан, спасибо, что смотрел и всего тебя хорошего, дружище.